К визиту Папы Римского, Франциска. Уже все готово. Распланированы мероприятия и встречи, маршруты движения Папа Мобиля. Все оперативные службы 24 сентября будут работать в усиленном режиме, как в Риге, так и в Оглоне. Каким будет распорядок дня Папы Римского, узнала Галина Сладовник. В комнате, где Папа Римский, Франциск, сможет отдохнуть между встречами и богослужениями, наводит порядок. Все очень эскетично, ничего лишнего. Это не пятизвездочная гостиница, а дневной центр, дом святого семейства в Старой Риге. Прилетит Папа Римский в Латвию в понедельник в 8 утра и первый его визит к президенту, буквально через улицу. Напротив президентского дворца в сквере люди смогут приветствовать Папу Римского. Затем он отправится на личную встречу с Раймондом Вейюнисом. Позже пообщается с высшими должностными лицами и дипломатами. В 10 утра Папа возложит цветы к памятнику свободы. Будет и поездка на Папа Мобили. От памятника свободы к Домскому собору, где пройдет экуменическое богослужение. Затем к Кафедральному собору святого Якоба. В Аглону Папа Франциск отправится на вертолете, чтобы там в 16.30 отслужить святую мессу. А желающим послушать святейшего отца, организаторы визита советуют отправиться в Аглону не на автомобиле, а на общественном транспорте. Тем более, что будут организованы дополнительные рейсы автобусов и поездов. На железнодорожной станции в Аглоне, которая находится в 10 километрах от Базилики, пассажиров будут ждать 10 автобусов, которые отвезут людей на автобусный вокзал, от которого дойти до места уже недалеко. После мероприятия автобусы будут ждать на автовокзале за час до отправления поезда. За поездку в автобусе не надо платить. Годится билет на поезд. У входа на Сакральную площадь Аглонской базилики нужно будет пройти контроль безопасности. Запрещено проносить зонты, стеклянную тару, крупногабаритные вещи и сумки, флаги и плакаты, алкоголь, наркотики, громкоговорители, радиоприемники, держатели для телефона, оружие, ножи, летательные аппараты, пиротехнику, лазерные устройства и химические вещества. То есть все, что может угрожать участникам мероприятия. Разрешено с собой взять дождевики, пластиковые бутылки с водой, но объемом не более двух литров, бутерброды, небольшие складные стулья, детские коляски, четкие розари и личные необходимые лекарства. Во время мероприятия в Аглане будут дежурить более сотни медиков и сотрудников Красного Креста. Погода, по прогнозам, будет плохой, холодно, соответственно, нужно тепло одеться. Тем более, что нельзя брать с собой термосы. На месте будут кафе, где можно позавтракать и пообедать. Людям с хроническими заболеваниями надо взять свои ежедневные медикаменты и те, что предназначены для кризисных ситуаций. Подробная информация о дополнительных рейсах в Аглану на домашней странице автотранспортной дирекции atd.lv, а о программе визита и ограничениях на странице pavost.latvia2018.lv.